На свете мало недостижимых вещей. Будь у нас больше настойчивости, мы могли бы отыскать путь почти к любой цели. Непотерянный рай Наскальную живопись считают самым многочисленным свидетельством того, как человечество делало первые шаги в познании окружающего мира. Рисунки на скалах первобытных людей нельзя считать примитивными. Их создали люди, обладающие художественным талантом. Может, они не имели представления о композиции и пропорциях, но это не мешало им создать картины, сопоставимые с нашими представлениями о живописи. Мы начинаем свое знакомство с петроглифами в Хакасии. На территории Орженикидзовского района действуют два музея-заповедника под открытым небом – Сундуки и Сулек. Последнюю Хакасы называют Пикчилхая – Писаная скала. Она одна из самых крупных в Хакасии, где насчитывают более 50 памятников наскального искусства. Самые ранние изображения на Сулекской Писанице вырезаны, более поздние – выбиты. Основная тема – противостояние. Людей и зверей, сцены охоты, сражения воинов, борьба с животными. Рисунки на Сулеке выполнены в двух техниках. Техника выбивки и резьбы или гравировки. То есть, если техника выбивки понятна, ее обычные современные вандалы используют, то техника резьбы, чем это было сделано, чем были сделаны настолько изящные рисунки, вот это непонятно. Древние изображения предназначались богам и духам с целью их расположения. Через рисунки люди просили у них удачи на охоте, победы в войне, сберечь детей, сохранить скот. Большинство ученых придерживается версии культового значения наскальных рисунков. Но только ли это побуждало древних людей рисовать? Разве нельзя предположить, что с помощью наскальной живописи древний человек самовыражался? Когда он и религиозные вещи изображал на твердом материале, он самовыражался. Он выражал свое отношение к миру, к обществу, к тому космосу, который его окружал. И пытался это осмыслять. Но мы видим разные пласты. Мы видим религиозные рисунки, мифологические рисунки. Мы видим обычные стилистические вещи, связанные с обыкновенной жизнью человека. Первое научное описание Соликской писаницы было сделано в 1847 году. С 1887 по 1889 в степях Хакасии работала экспедиция финского общества по изучению древности, пытавшаяся установить истоки происхождения финского языка. В составе экспедиции находился художник. Он зарисовывал наскальные рисунки прямо с натуры. Финны же считали, что они отсюда произошли, отсюда родом. И они в это время входили в состав Российской империи. и организовали экспедицию во главе с профессором Аспелин. И я просто благодарен им. Они провели не только Соликскую писаницу, но и другие. Но зарисовали. Есть Атлас Аспелинский, изданный в начале 30-х годов. Но мне финны подарили, они у меня есть. Неудивительно, что такого ценного подарка удостоился именно Виктор Яковлевич Бутанаев, тюролог с мировым именем. Кроме Соликской писаницы, вот, еще есть Аскольская писаница. Там прекрасные, тоже вырезанные, значит, изображения. и самое удивительное, непонятное. Там люди в каких-то одеяниях, которые спускаются до низа, как будто какие-то монахи. В отличие от Соликской, она лучше сохранилась, потому что там меньше людей. Большая часть наскальных рисунках, зарисованных финским художникам, уже разрушила время. Многие рисунки плохо просматриваются. Говорят, что хорошо их можно разглядеть только на восходе Солнца. Но мы сегодня благодаря Атласу можем их увидеть такими, какими их увидела финская экспедиция более ста лет назад. Одна из самых известных в Красноярском крае Шалоболинская писаница. Ее протяженность на горном массиве два с половиной километра. На этом отрезке выделяют восемь мест копления рисунков. Всего же их зафиксировано более ста плоскостей с пятьсот пятидесятью изображениями на высоте от полутора до ста пятидесяти метров. Шалоболинская писаница действительно один из ярких памятников древнего изобразительного искусства, начиная с эпохи окуневской культуры и кончая средневековьем. Действительно памятник выдающий, сам Андрианов работал, который открыл десятки неизвестных ранее или заново опубликовал писаницы, которые были известны с восемнадцатого века. И наскальное искусство стало одной из исследовательских тем археологов в двадцатом столетии и сейчас продолжает быть актуальной. Самое первое исследование Шалоболинской писаницы провел этнограф Николай Алексеевич Костров еще в начале девятнадцатого века. Он и дал ей название по имени расположенного по соседству села Шалоболина. Нельзя не отметить, что местность вокруг Шалоболинской писаницы весьма живописна. С горы открывается красивый вид на окрестность. Реку Туба, лес, горы, долину, такие места называют сакральными. Они привлекают людей не только своей красотой, но и энергетикой. Самые ранние наскальные рисунки Шалоболинской писаницы относят к эпохе неолита, то есть пять-шесть тысяч лет до нашей эры. В этот период древние художники изображали исключительно животных. Человек еще был сильно зависим от природы. Мы видим изображение животных в эпоху каменного века, но этих животных изображали люди опять же для того, чтобы им сопутствовала удача на охоте, потому что в основном они изображают промысловых животных, значит им нужно их показать для того, чтобы обеспечить благополучие рода, семьи, племени. Прежде всего это лось главный объект охоты и источник существования древнего человека. Интересно, что больше нигде в Сибири не встречалось так часто изображение лося, как на шалоболинской писанце. Поражает как точно переданы формы тела животного, его пропорции. Рядом с лосем всегда медведь. Они олицетворяют не только хозяев тайги, но и противоборство двух космических существ, символизирующих свет и тьму. Когда наступал вечер, солнце клонилось к закату и на землю постепенно опускалось в ночь. В сердце древнего человека поселялся страх. Он верил, что солнце, скрываясь за горой, уходит в мир мертвых. Там на него набрасывается чудовище и проглатывает его. Древний человек опасался, может быть, боялся, может быть, даже паниковал, что это гармония космического цикла могла нарушиться. И солнце могло завтра не встать. Просто элементарно. Лишить человека света. Древние люди хорошо осознавали, что в основе жизни на земле находится солнце. И пытались понять ритмы, заложенные в природе. В ходе поисков Петроглихов в Хакасии археологическая экспедиция академика Ларичева в 1986 году по соседству с Гридой сундуки открыла один из самых удивительных наскальных рисунков – белая лошадь. Белая настала из-за естественных выходов солей известняка после того, как древний художник вырубил ее контур. И произошло это, как предполагают ученые, 18 тысяч лет назад. А еще они считают, что площадка, где выбитое изображение, выбрана не случайно. Ее высота равна высоте горизонта. С нее древние люди могли наблюдать солнцестояние. Сегодня трудно поверить, что люди каменного века, не имея современных приборов, обладали астрономическими знаниями. Но академик Ларичев смело называл сундуки древней астрологической обсерватории. Я все-таки человек более материальный и считаю, что это не совсем верная точка зрения, потому что там таких объектов, которые сто процентов связаны с космическими явлениями, с наблюдением космоса, движения планет наших солнечного светила, там фактически мы не наблюдаем. Там есть каменная стена на первом сундуке, который по-хакасски называется и она никак не является стопроцентным храмовым комплексом. То, что сама природа этих горных вершин создает образ храма, это безусловно. Но говорить о том, что там была астрономическая обсерватория, как такие обсерватории мы знаем на других континентах или на других территориях, мне не представляется, на мой взгляд, сейчас это говорить возможно. Когда-то у людей существовала горизонтальная модель мира, и ключевую роль в ней играла река. Ее исток ассоциировался с восходом солнца, а устья с закатом. Лодка в мифологиях многих культур это транспортное средство, помогающее людям перебраться в иной мир. И это нашло тоже свое отражение в наскальных рисунках. загадочность подводного мира породила фантастические и таинственные образы. Ученые считают, что личины на скалах это духи, хозяева реки. Именно такими их представляли древние люди. Облик личин вызван страхом перед неведомым. это место называется Енисейские ворота. Их образуют четыре горы. Здесь сосредоточена огромная масса петроглифов, открытых еще в 1904 году. Водохранилище, образовавшееся после строительства Красноярской ГЭС, поглотило многие наскальные рисунки. Теперь мы их утратили навсегда. К счастью, в этих краях жил и работал художник Владимир Феофанович Копелька, сохранивший для нас и потомков тысячи копий наскальных рисунков. Коллекцию, которую он собрал за четверть века, уникальна. Она имеет и художественную, и научную, и музейную ценность, потому что большинство наскальных рисунков, с которых он снял копии, уже перестали существовать. Я хотел бы выразить особую благодарность Владимиру Феофановичу Копельку, благодаря которому сейчас наши музеи, в том числе Хакасский Национальный Кривейский музей, обладает коллекцией и стампажей наскальных рисунков территории Южной Сибири. Это колоссальная фигура в изучении древнего искусства. На мой взгляд, это особый такой титан, человек, преданный своему делу, я его хорошо очень знал. И в нашем музее хранятся десятки, сотни и стампажей наскальных рисунков со знаменитых писаниц. И это является сокровищницей нашей археологической коллекции. В 1973 году на археологических раскопках Владимир Феофанович впервые применил для копирования петроглифов миколентную бумагу, в которую археологи заворачивали свои находки. Сделанные им оттиски наскальных рисунков отличались абсолютной точностью, потому и имеют научную ценность, при этом являясь произведениями искусства. Он сумел практически увековечить в копиях сотни и тысячи рисунков и сюжетов древнего наскального искусства, которое находится под угрозой полного уничтожения. Горный массив Аглахты на левом берегу Енисея получил мировую известность из-за наскальных рисунков. По их количеству эта гора превышает все остальные памятники Хакасии вместе взятые. Одним из знаковых памятников горного массива Аглахты является плита Шаман Краме. Его поверхность покрыта множеством изображений. К шаманизму он отношений не имеет, так назвал его Владимир Феофанович Копейко. Концентрация такого большого количества изображений на одной плите связана с обрядом, в котором важную роль играло оружие. На Шалоборинской писанице легко узнать самые древние наскальные рисунки. Они свободно располагаются в наиболее удобной центральной части каменного полотна и имеют крупный размер. Более поздние рисунки намного меньших размеров, потому что наносились уже на свободные периферийные участки скал. В Окуниевское время сюжеты наскальных рисунков не выходили за рамки изображения диких животных. В эпоху раннего железа возник скелетный стиль, когда контуры животных стали дополнять поперечными линиями. посмотрите на эту лосиху, оглядывающуюся назад. Окуниевский художник достиг большого мастерства. Тагарская культура это искусство скифского времени и характерного для него звериного стиля, когда большинство животных изображено в позе внезапной остановки. В 1904 году на склоне горной гряды Бояры Николай Алексеевич Андрианов обнаружил наскальные рисунки, которые относят к тагарской культуре бронзового века. Это уникальный комплекс наскального искусства во всей Евразии, который изображает жизнь обычного древнего поселка, который находился на нашей территории около 2000 лет тому назад. Подобных изображений мы просто не видим. Мы видим бытовую жизнь людей, но эта бытовая жизнь людей, она все равно осмысляется через религиозное восприятие. Эти наскальные рисунки ученые датируют 9-3 веками до нашей эры. Временем рассвета Тагарской и сменившей ее на рубеже тысячелетия таштыкской культуры. В основе сюжетов боярской писаницы повседневная жизнь скотоводов Среднего Енисея. Лучше всего рисунки видны первые часы после восхода солнца. Благодаря Владимиру Феофановичу Копелько мы можем составить о них представление, посмотрев в Хакасском национальном краеведческом музее стампаж, то есть их копии. Поиск материала, наиболее реалистично и выразительно передающего наскальные рисунки привел археологов к технологии силиконовых оттисков, с которых потом выполнялась гипсовая отливка, точно воспроизводящая рельеф камня с фрагментом изображения. Они настолько деликатны по отношению к наскальному полотну, к панно изобразительному, что не оставляют на нем никаких следов, никаких оттисков, но позволяют потом отливать копии и тонировать их таким образом, что вот эти копии не отличаются от подлинных наскальных панно. И вот полное ощущение, что мы видим с вами каменные плиты. Когда мы видим на скалах изображение всадников и лошадей скифской культуры, следует заметить, что именно скифы первыми овладели искусством боеверхов. До них лошадей использовали как источник молока и мяса. Это они возводили погребальные комплексы, называемые сегодня курганами. Скифские курганы стали основным источником информации для археологов. В степях Акасии трудно отыскать место, где бы их не было. В период этнографической современности 17-19 веков самым популярным было изображение шаманов. Сам шаманизм возник в Окуневское время 4000 лет назад. Шаманский обряд сложился в Таштыкскую эпоху и не менялся вплоть до наших дней. Обычно его совершают у подножья гор среди могильных полей. Через изображение камней при помощи камлания шаманы общаются с предками. К началу 20 века диалог человека с камнем завершается. С каждым годом древних наскальных рисунков становится все меньше и меньше. Петроглифы, выбитые на верхнем слое скал, со временем вместе со скальной коркой отслаиваются. Рушатся целые ярусы наскальных рисунков под воздействием дождя, снега, солнца и ветра. Но то, что оказалось неподвластно природе и времени, уничтожают люди. На Сулехской писанице 50% наскальных рисунков уже перекрыты надписями вандалов. К сожалению, сколько бы мы ни говорили о ценности древнего искусства, о необходимости сохранять наше наследие, все равно найдутся люди, которым это все безразлично. Это абсолютнейшее варварство. И с этим нужно эффективно бороться в том числе в рамках законодательства Российской Федерации. Люди, начиная с каменного века, рисуя на скалах, передавали эстафету своей духовной культуры от эпохи к эпохе. С каждым годом мы все сильнее утрачиваем связь с прошлым. Все тоньше становится нить, позволяющая нам распутать загадки ушедших тысячелетий. Буквально на наших глазах исчезают важные свидетели других эпох. Они уходят в небытие. Причин много, они известны, а как спасать фрески на скалах, сегодня не знает никто. в небытие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...